Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Именно такой упрек в адрес центристской партии можно было неоднократно услышать накануне муниципальных выборов. Однако народ снова дал в мандат центристам на единоличное управление Таллином. Злоупотребляет ли партия властью в столице или политические оппоненты просто бесятся от бессилия? Узнаем, чьи аргументы убедительнее. Это передача «Кто кого?» Меня зовут Андрей Титов. Здравствуйте. Представляю участников и, думаю, сразу будет понятно, кто по какую сторону баррикад. И все же попрошу вас коротко ответить на главный вопрос сегодняшней передачи «Злоупотребляет ли партия центристов властью в Таллине?» У нас в гостях сегодня депутат Таллинского горсобрания от центристской партии Юлия Тимир-Булатова. Добрый вечер. Добрый вечер. Я считаю, что абсолютно нет. И лучшим доказательством моих слов является победа центристской партии на очередных выборах. И депутат Таллинского горсобрания от социал-демократической партии Анастасия Коваленко. Здравствуйте. Спасибо. Монополия власти развращает. Об этом говорил Аристотель уже в четвертом веке до нашей эры. И, к сожалению, когда я стала депутатом горсобрания, я лишь увидела подтверждение его словам. Чья позиция ближе зрителю мы узнаем в конце программы, а телефонное голосование объявляем открытым уже сейчас. Если вы стоите на стороне Юлии Тимир-Булатовой, то звоните по телефону 920371. Если вам ближе точка зрения Анастасии Коваленко, то номер для вас 920373. Звонок стоит 19 центов. Итоги мы подведем в конце эфира. А вот чья позиция звучит убедительнее, и кто победит в словесной дуэли, решит наше независимое жюри. Отрекаясь от личных политических предпочтений и пристрастий, опираясь только на аргументацию и умение вести дебаты, оно вынесет свой суровый вердикт. Представляю судейскую коллегию. Учитель обществоведения Дмитрий Рыбаков. Представитель общества дебатов Виктория Муске. И журналист портала «Рус ЕРР» Артур Томан. Добрый вечер. Дамы и господа, мы начинаем. Можно сказать, что центристы единолично правят Таллином с 2005 года. Правда, был небольшой период коалиции с Ацдемами 8 лет назад, а сейчас коалиция с партией зеленых. Но очевидно, что все ключевые решения в городе принимает именно центристская партия. Оппозиция возмущается и заявляет, что к ее голосу вообще не прислушиваются. При этом управление городом оставляет желать лучшего. Вот список самых частых претензий. Бывший мэр и председатель горсобрания подозреваются в коррупции. Большой скандал вызвал аудит спортхола Тунди Раба. Огромные средства тратятся на муниципальные СМИ. Выплачиваются ничем не обоснованные премии высокопоставленным чиновникам. У каждого старейшина теперь по два заместителя. Депутат горсобрания от соцдемов Анастасия Коваленко охарактеризовала ситуацию жестко. Город обмана. Так ли это? Или же оппозиция просто придирается к действующей власти? Мы начинаем первый раунд. Согласно регламенту словесного поединка, участники в любой момент могут вмешаться и перебывать друг друга. Кроме самого начала, когда каждому из присутствующих в студии будет дана ровно минута на то, чтобы изложить главное, с чем он сюда сегодня пришел. Согласно жеребьевке, проведенной до начала эфира, начинает депутат Таллинского горсобрания от Центрической партии Юлия Тимир-Булатова. 60 секунд ваши. Во-первых, хочу поблагодарить всех наших избирателей за поддержку. Повторюсь, что именно жители Таллина определили курс дальнейшего развития города на последних выборах. И жители Таллина довольны жизнью в Таллине. Это показывает результат политического исследования, который говорит, что 92% жителей довольны своей жизнью в столице. Именно благодаря тому, что очень долгое время нам не нужно было вступать в коалицию и бесконечно тратить время на политические премии, нам удалось притворить в жизнь такие смелые и грандиозные проекты, как бесплатный общественный транспорт, строительство муниципального социального жилья, практически устранены очереди в детские сады. Питание в детских садах и гимназиях бесплатное. Всем пенсионерам с этого года будет выплачиваться пособие ко дню рождения в размере 100 евро. Ну что ж, вам даже не понадобилось 60 секунд. Вы уложились в отведенное время. Анастасия, несмотря на то, что именно ваша возмутительная, возмущенная статья, как свежеиспеченного депутата Гурсобрания, стала основным поводом к сегодняшней словесной дуэли, согласно жеребьевке, вы выступаете второй. 60 секунд ваши. Спасибо. Вы знаете, здесь даже не вопрос о политических взглядах, а о моральных ценностях. Если мы посмотрим, на что уходят наши деньги, то, к сожалению, не всегда это на развитие и на благополучие наших жителей. Первое, что же сделали центристы, когда пришли к власти, они выписали премии, повысили все зарплаты, сделали новый вид компенсаций. Вы расширили бюрократический аппарат до такого уровня, что теперь он нам обходится в 30 миллионов евро. И опять-таки, более 10 миллионов будет уходить на саморекламу центристской партии. Что же это получается? Вместо инвестиций в будущее, наши деньги уходят в большей части на личную выгоду центристов. Но подумайте только, уменьшив расходы хотя бы вдвое, которые уходят у нас сейчас на армию чиновников и на вашу рекламу, мы могли бы отремонтировать все детские сады в нашем городе. Но, к сожалению, у центристов другие приоритеты. А это победить на выборах. Ведь парламентские выборы уже не за горами. Что ж, вам тоже не потребовалось минуты. Вы уложились в меньшее количество времени. И согласно регламенту, в первом раунде участники могут задавать вопросы друг другу, реагировать на то, что было только что сказано, или поднимать новые темы. Да. Хотела бы прокомментировать. Если вы так недовольны тем, что делает центристская партия, хотя избиратель говорит о другом, то у вас была возможность после выборов, хотя избиратель нам дал возможность руководить городом самостоятельно, то центристская партия была готова вступить в коалицию с любой из партий. И вам тоже предлагалось вступить в коалицию. К сожалению, вас больше интересовали на коалиционных переговорах, консультациях, назовем. Вас больше интересовал личный интерес, вопрос мест, которые вы получите. И опять же, к великому сожалению, центристской партии разговора об улучшении, как вы видите в городе жизни, не дошло. Потому что вас, еще раз подчеркиваю, интересовал вопрос ваших постов. Да, я так и думала, что вы это скажете. Во-первых, вы были на переговорах? Вас не было на переговорах, я была. Это было даже не переговоры, это была первая встреча. Консультация. Где, да, консультация, где действительно мы хотели найти точки соприкосновения. Кстати, мы их нашли. И, допустим, вот с вашей стороны к нам, нам задала вопрос Майли Срепс. То есть, ну, какие у вас, допустим, есть предпочтения, допустим, о местах? Мы сказали, нас не интересуют никакие позиции. Нас интересует благополучие жителей. А потом, что же вы сделали? Вы вдруг в СМИ стали придумывать какие-то непонятные истории о том, что мы хотели какие-то позиции. Но такого никогда не было. Мы ни разу не пересели. К сожалению, у нас представления и, видимо, видение переговоров, консультаций коалиционных совершенно разные. Потому что у меня совершенно иная информация. Ну да, но вас не было там, опять повторяю. Ну, я достаточно много общаюсь с руководством партии. Да, и потом, когда у вас же, я общалась с некоторыми вашими тоже однопартийцами, они сказали, что зачем мы должны с кем-то делиться своей властью, если нам дали 40 голосов, то есть у нас, мы, опять же, монополия власти. Но мы готовы были ступить в коалицию? Нет, вы не были. Консультационные переговоры у нас, консультации были с каждой партией, которая захотела с нами общаться. Мы были открыты к общению с каждой партией. Нет, вы не были готовы. Это была такая показательная вещь для СМИ. Что значит, не были готовы? Мы же с вами встречались, мы же сидели за одним столом. Вам даже было, вы даже не постеснялись в СМИ заявить, что мы хотели каких-то мест. Ну, а почему вы, допустим, не захотели сделать такую встречу? А, по-моему, как раз о местах заявляли вы. Нет, не заявляли. А вы не хотели? То есть вот эта информация не соответствует действительности, что вы просили место председателя горсобрания, два поста вице-мэров и два места старейшина района? Нет, ни разу не просили. Это ваши выдумки специально, чтобы сказать, что, видите ли, мы не хотели, то есть вы не хотели с нами делать из-за того, что у нас, видите ли, были какие-то свои идеи по поводу позиций. Но мы как раз были до того, в коалиции, это глупость, что вы говорите, совершенно не верно. Нет, вот вы сейчас говорите, что вы в коалиции с зелеными. Так вам даже было жалко дать им место вице-мэра. Вы сделали дополнительное, седьмое место вице-мэра, которое обходится нам. Ну, минимум 200 тысяч евро советникам. И вы в горсобрании точно так же присутствовали на этих заседаниях, где утверждалось дополнительное место вице-мэра. Да, и мы голосовали против. Если вы хотели взять зелёных, зачем действительно нужно было дополнительное место? Мы хотели взять зелёных, мы не то чтобы хотели взять зелёных, мы сошли с этой партией во мнениях, значит, мы пришли к единому мнению. К партию, у которого нет ни одного мандата в горсобрании. И что дальше? Так вот, видите, мы готовы в коалиции, даже с партиями, которые не имеют мандата, для нас это не коалиция, это декорация коалиции. Это мнение партии и видение, как руководить городом. Так вот, сделали мы это место, потому что вы видите, что население у нас очень растет. Город Таллинн – это 30% всего населения Эстонии. И, естественно, так случается, когда становится больше жителей, то для того, чтобы такой же 92% горожан были довольны своей жизнью, нам это неизбежно увеличить штат. Вот еще вы говорите, что вам народ доверяет, но вы уже потеряли 6 мест. Это очень большая потеря. Так, а вот вы говорите, что мы как будто бы единовластие у нас. Что значит, что и как это понимать единовластие? Мы точно так же выходим на выборы, центристская партия. Я понимаю, единовластие – это когда одна партия в городе, и больше нету конкурентов. У нас очень много конкурентов, и как раз центристская партия попадает под обстрел со всех сторон. И медийный, и так далее. И мы точно так же конкурируем на выборах. И говорить, что мы единовластно чем-то управляем – это совершенно ошибочное мнение. А то, что нам выделяют который раз мандат доверия – это жители, те, которые могут оценить нашу работу, и те, которые хотят, чтобы город развивался дальше. Очень, ну, благодаря все-таки тому, сколько вы денег все-таки тратите, ну, скажем так, на саморекламу. У вас уходит 10... Что значит самореклама? Ну, посмотрите свои... Что вы имеете в виду под саморекламой? Саморекламу, посмотрите на ваши столичные СМИ. Это газета «Столица», Таллиннская телевидение, передача на Первом Балтийском канале. Я ничего не имею против столичных СМИ. Но их надо регулировать. А разы на столичные СМИ не публиковали? Нет. Нет? Меня взяли в ПБК. Я давала интервью и... Портал «Столица» опубликовал вашу статью. Да, один раз, а вас... То самое, о котором мы говорим? Нет, нет. Портал «Столица» опубликовала в декабре. Не негативная, а совершенно позитивная статья ваша. Нет, я имею в виду, негативные вещи вы никогда... Вот один раз его опубликовали, но это не считается с тем, сколько вы себя рекламируете. Посмотрите на Первый Балтийский канал. Хорошо, Анастасия, давайте разберемся, что значит себя рекламировать. Да, я расскажу. Что в вашем понятии рекламировать себя? Первый Балтийский канал 16 раз минимум показали Килварта до выборов. Моего однопартийца, ну, максимум, может быть, один раз, Райнера Вакро, и то в негативном ключе. Опять же, давайте разберемся, что значит рекламировать себя. Если мы... Это то, что я сказала. Если мы показывают, если ПБК показывает новости, столичные новости, то это, по-моему, логично, что показывают мэра и вице-мэра. Что ж, спасибо, девушки. На этом я вынужден прервать вашу жаркую дискуссию. Во-первых, с одной стороны, мы, кажется, немножко стали топтаться на месте. С другой стороны, вышло время первого раунда, который я объявляю завершенным. Какие выводы сделала по итогам первого раунда уважаемая жюри? Какие замечания у них есть к участникам? Сейчас мы и спросим у судейской коллеги Дмитрия Рыбаков. Ну, во-первых, хочется сказать, что обе участницы очень хорошо подготовились и являются прекрасными спикерами и представителями точки зрения своей партии. Особенно Юлия продолжает ту традицию, которую заложил старейшина Калюла, сказав, что наше дело правое, мы победили. Это очень чувствуется, когда стали говорить о влиянии СМИ на общественное мнение в Эстонии. Немножко жалко, что действительно задянулась сразу в самом начале дискуссия о специфике формирования коалиции. Эта ситуация всем давно понятна. Спасибо. Виктория Музки. Ну, я тоже хочу отметить то, что очень приятно, что девушки подготовились к сегодняшней встрече. Хотелось бы отметить и похвалить за очень четкие пункты. В начале, когда шла минута, вы очень четко рассказывали, что вы сделали или что бы не было сделано. Это было очень здорово, это было очень наглядно. И главное, была очень поставлена прекрасная цель благополучия жителей Таллина. Вопрос, который у меня остался, как все то, о чем вы в дальнейшем спорили, о доверии жителей, о местах в горсобрании, о консультациях, о публикации статей, приводит нас к той цели, о которой вы заявляете. Ну что же, у нас будет еще два раунда для того, чтобы прояснить эти вопросы и углубиться в эти темы. Артур Томан. Ну, что я могу сказать? Красивый поединок красивых женщин. Приятно смотреть и приятно слушать. Что мне понравилось у Анастасии, это аргументация, подтвержденная фактами и цифрами. У Юлии этого не хватило, когда она пыталась отбивать удары своего оппонента. Она переходила больше на эмоции и на слова. Если в следующих раундах ты будешь больше оперировать фактами и цифрами, все может измениться. Но я напомню, что у нас члены жюри оценки пока что не выставляют. Они их скажут в конце нашего поединка. Продолжается и телефонное голосование. Если зрители на стороне Юлии Тимирбулатовой, то они могут звонить по телефону 9-0-3-7-1. Если зрители на стороне Анастасии Коваленко, то номер телефона 9-0-3-7-3. А мы объявляем второй раунд. Во втором раунде участницам словесного поединка предстоит отвечать на вопросы ведущего. И коль скоро первый раунд у нас, согласно жеребьевке, начинала Юлия Тимирбулатова, то здесь я присоединюсь к ней и первый вопрос адресую Анастасии Коваленко. В Таллине у оппозиции есть пост вице-спикера и председателя ревизионной комиссии. Его как раз-таки занимает Хельвис Аргова от вашей социал-демократической партии. В большинстве местных самоуправлений нет у оппозиционных партий и других оппозиционных сил, списков, например, даже таких привилегий. Не слишком ли многого вы требуете как партия, не выигравшая выборы, не получившая мандат от избирателей? Я думаю, требовать, чтобы ваша центристская партия все-таки работала на благополучие жителей, это немного. Я думаю, у нас все-таки с вами одна цель. И, как я сказала, здесь не вопрос о политических взглядах, а о моральных ценностях. Все-таки то, что сколько у вас миллионов уходит, допустим, на наш бюрократический аппарат. То есть, если мы посмотрим, у нас 1500 чиновников. Вы говорите, мы каждый год, то есть вы делаете больше чиновников в этот сектор. У нас на 28% в этом году появились. Спасибо, Анастасия. Я понял, вы учли аргумент жюри о том, что надо оперировать цифрами. Но это уводит нас немножко в сторону от заданного вопроса. Поэтому я сейчас перехожу на вашу сторону и задам вопрос вашему оппоненту. Юлия, при обсуждении городского бюджета на этот год была отклонена поправка социал-демократов об установке памятника Сергею Довлатову, известному писателю, который часть своей жизни прожил в Эстонии и посвятил этому свое произведение «Компромисс». Ведь предыдущий состав горсобрания в едином порыве поддерживал эту идею. Что случилось, что вдруг памятник Довлатову не угоден вам? А откуда такая информация, что мы не поддержали? Как раз, по-моему, Анастасия опубликовала статью «Совершенно неверные данные». Мы сказали о том, что не мы, а городское управо ответили на то, что мы не отклоняем это предложение, мы его принимаем. И в этом году будет создана комиссия, которая будет решать, где установить этот памятник, как это должно лучше надо сделать. И потом есть еще Дни Довлатова, которые поддерживала управа много лет, насколько мне известно. И опять же... Но, насколько мне известно, в этом году организация Довлатовских дней под большим вопросом? Нет, не под большим вопросом. Знаю, что была опять же статья, Тавиас ее опубликовал, и там было сказано, что, к сожалению, в этом году еще с предложением о Днях Довлатова никто не обращался. Но вы нашу правоправку не приняли о Довлатове. В прошлом году мы приняли о том, что сказали, что будет создана комиссия, которая будет рассматривать этот вопрос. Это только рассматривать, и, может, когда-нибудь через 10 лет вы сделаете. А тогда вы сказали точно, что вы сделаете памятник Довлатову, а теперь все это пропало. Тогда будет комиссия, которая рассматривает этот вопрос в этом году. Ну что ж, у нас есть еще 11 месяцев. Я переведу сейчас на сторону Юлии Тимирбулатовой и задам вопрос Анастасии следующего характера. Вот в своей статье «Добро пожаловать в город обмана» вы возмущались тем, что был создан пост второго заместителя горсобрания. Но ведь этот пост был создан именно для представителей оппозиционных сил. Это своего рода некая модель того, что у нас происходит в Риге, где у спикера есть два заместителя, и одно место по традиции принадлежит коалиции, другое – оппозиции. Может быть, если бы этот пост не достался партии ИРЛ, а предложил ли бы его социал-демократам, ваше возмущение было бы не таким сильным? Нет, во-первых, мы никогда не хотели поста вице-спикера. Но понимаете, что на самом деле, как это было? Мы поддержали оппозицию, что у нас все поддержали, что от реформистской партии будет вице-спикер. Потом вдруг в какой-то момент ИРЛ заявляет, а мы выставляем свою кандидатуру. И что еще мы поняли? Что это было договоренно с вами. ИРЛ дал вам голос, чтобы вы выбрали Килвард, чтобы Килвард стал главным спикером горсобрания, а ему дали место вице-мира. То есть не вице-мира, извините, а вице-спикера. То есть на самом деле это такая политическая игра. Но мы в горсобрании все это поняли. То есть да, в испанских СМИ об этом очень много писали, в русских СМИ поменьше. Но потому что 41 голос. Вообще-то у 40 ведь мест, это большинство. Откуда-то пришел один голос из оппозиции. А вы помните, как голосование проходило? Да. С первого раза было голосование. Один голос пришел из оппозиции. И эта оппозиция-то была ИРЛ. И они получили это место вице-спикера. Хорошо, спасибо, Анастасия. Я снова с вами. И снова вопрос Юлии. Когда обсуждался городской бюджет 2018 года, то Анастасия Коваленко инициировала поправку, согласно которой Восточно-Таллиннской центральной больнице нужно было выделить 100 тысяч евро на обеспечение бесплатной парковки своим пациентам. Центристы это предложение отклонили, сославшись на то, что в городе есть бесплатный общественный транспорт. То есть вы действительно считаете, что маме с маленьким ребенком, с больным маленьким ребенком удобнее поехать в больницу на автобусе, чем на своем автомобиле? С парковкой обстоят дела таким образом, что, например, Ляна Таллина Кейс Хайгла, там парковка совершенно бесплатная. Почему вы до Таллина Кейс Хайгла парковка платная, 15 минут бесплатная, а остальное платная? Имеется такой опыт, когда парковка была бесплатная. К сожалению, начинают парковаться все, но только не пациенты. Это можно отрегулировать. Но только не пациенты, потому что ситуация была такая, жаловались. Да и сейчас, что скрывать, тоже жалуются, даже при том, что парковка у нас платная. Нету мест. Пациенты приезжают в больницу, к сожалению, нету мест. И вот это один способ из того, как регулировать парковку и как обеспечить пациентам возможность парковки. Сейчас Гороправо будет рассматривать вопрос о реорганизации парковки. И также взвешивается возможность построить парковочный дом. Спасибо за ответ. Но это будет Ласта Хайгла. Можно этому вопросу ответ упорировать тоже? Да. Ну, вы смотрите, вот вы всегда отвечаете, это все очень тяжело сделать, это невозможно, будут проблемы. Я не говорила, это тяжело. Я говорю, что мы хотим сделать так, чтобы максимально был доволен житель. То есть, я же сходила к Европарку, Сити Парку, и они сказали, это очень легко все отрегулировать. Есть специальные, есть такие мониторы, которые, допустим, ставятся в больницу. То есть, те, которые заходят... Спасибо, Анастасия. Мы поняли, это действительно можно отрегулировать по вашей точке. С вашей точки зрения Юля предлагает несколько иное решение. Я задам еще по одному вопросу, попрошу вас ответить коротко, чтобы мы уложились во временные рамки. Если центристы предложат соцдемам снова войти в коалицию, вы примете это предложение в Таллине? На каких условиях? Только если на равных партнерствах... Если мы будем равных партнерств... То есть, поделите посты вице-мэров пополам? Это не обязательно посты вице-мэров, но вице-мэров, а то, что будут с нами считаться. Потому что, чтобы не повторилось то, что было 8 лет назад... Пропорционально, пропорционально... Потому что то, что было 8 лет назад, мы знаем, как вы с нами поступили, и мы не хотим такого же. Хорошо, спасибо. Юля, последний вопрос вам. Вы 3 года, если я не ошибаюсь, работаете депутатом Горсобрания, с 2015-го. За это время вы можете вспомнить хоть одну инициативу оппозиции, за которую вы проголосовали? Сейчас сразу не скажу вам конкретно, но такие инициативы были, и она была не одна. В последнем... Кстати, когда мы принимали бюджет 2018-го года, там было, по-моему, 3 поправки, которые предлагали оппозиционные партии, и которые были и Центрической фракцией одобрены. Что ж, спасибо участницам, и я объявляю конец второго раунда. Снова послушаем судейскую коллегию, что им есть сказать по итогам второго раунда. Дмитрий Рыбаков. К маленькому сожалению, мы опять немножечко увязли в специфике аппаратных процедур формирования власти именно на уровне Горсобрания. Отсюда маленький совет Анастасии может быть больше и активнее, и более хлестко критиковать исполнительную власть города. Потому что не секрет, именно она у нас все-таки принимает основные решения и несет ответственность за то, что делается. Виктория Муске. Я в целом согласна. Были озвучены некоторые проблемы, были озвучены некоторые решения. Остался вопрос за тем, как эти решения потом будут исполняться. Но это уже не тема этих дебатов. А так было довольно сильное противостояние, насколько я заметила. И, наверное, хочется сказать, если вы говорите, что кто-то другой хуже, можно было бы еще добавить, почему вы могли бы сделать что-то лучше. Артур Томан. Если оперировать терминами бокса, то в этом раунде Анастасии удалось загнать Юлю в угол. И Юля просто сейчас защищалась. Она не переходила в атаку на Анастасию. То есть тема дискуссии у нас о том, что Центрическая партия узурпировала власть. Так ли это или нет? Юля только отвечала на вопросы. Не переходила, не доказывала, что все наоборот. Как проголосует жюри мы узнаем в конце передачи. Но наши члены судейской коллегии должны оценивать исключительно умение вести дебаты и спорить в эфире. А наши зрители могут голосовать сердцем, на чьей стороне симпатии аудитории узнаем тоже в конце эфира. Звонить можно до сих пор по телефону 9-2-0-3-7-1, если вам ближе точка зрения Юлия Тимирбулатова, или 9-2-0-3-7-3, если вы на стороне Анастасии Коваленко. А у нас на очереди третий раунд. В третьем раунде, согласно регламенту наших словесных поединков, свои вопросы могут задавать группы поддержки участниц. И, согласно жеребьевке, снова начинает Юлия Тимирбулатова и ее команда. Выходите, представляйтесь и задавайте вопросы. Здравствуйте, меня зовут Наталья Громовая. У меня вопрос следующий. В одном из интервью вы сказали, что вы разочаровались судебной системой в Эстонии, и поэтому пошли в политику. Не случится ли так, что, столкнувшись с первыми сложностями, трудностями, вы опять смените сферу деятельности, тем самым подставив своих избирателей? Я не думаю, что я точно так говорила, что я разочаровалась в судебной системе. Я сказала, что я, когда работала в адвокатском бюро, я не хотела быть адвокатом, который наживается действительно на горе чужих людей. И почему я пошла в политику? Именно поэтому, чтобы на самом деле работать на благополучие жителей. Спасибо. И вопрос из команды Анастасии Коваленко. Криста Лапина, представитель отделения Ластаме. Скажите, пожалуйста, почему нужно было делать еще одного места вице-мира человеку, у которого нет только среднего образования, кто ни один день не работал в рабочем рынке, но получает зарплату как министр. Это обойдется на 4 года для городского бюджета больше полумиллиона евро. Не было бы разумно дать этот пост человеку, у кого есть опыт и соответствующие обязанности, который должен этот пост. То есть я понимаю, что вы в принципе не против, и понимаете, почему было сделано еще одно место вице-мэра. Вас смущает то, что человек образования не соответствует вроде как требованиям, да? Но я считаю, что если... Ну, еще рано говорить, соответствует этот человек или не соответствует своей должности. Как и тонкера попала, да. Человек должен поработать, показать себя, и тогда мы сможем сказать, соответствует или нет. Мне кажется, так преждевременно судить и давать какие-то оценки. Давайте, может, и для зрителей поясним, кого вы имели в виду. Ну, мы знаем силеных, которые тоже... Измайлова, конечно. Зюлейфу Измайлову, да? Да, Измайлова. Спасибо. Спасибо. Вопросы с команды Юлии Тимирбулатовой. Здравствуйте. Меня зовут Никита Шалов. Вы много пишете об интеграциях. Какие предложения по этому вопросу были интегрированы именно вами? Нет, я не пишу об интеграции. У меня была только одна идея до того, как я баллотировалась в депутаты, а сейчас я чисто занимаюсь именно делами, которые по Лос-Намя и по этому. Так что я по поводу интеграции, я этим не занимаюсь. Может, вы имели в виду какие-то конкретные статьи или вы перепутали просто Анастасийск? Потому что сейчас я ни разу об этом не писала, так что я думала... Сейчас вообще... Нет, у меня таких статей нет, извините. Ну, в принципе, этот вопрос немножко выходит за рамки обсуждения городских каких-то проблем, но почему бы и нет? Потому что это действительно, это может парламентский уровень, но это не тема муниципальная. По-моему, это было даже как раз один из ваших лозунгов на муниципальных выборах, что в интеграции вы совершите новый поворот. Нет, не было. Мне кажется, как раз статьи 2 про интеграцию с вашей стороны я читала. Займусь этим вопросом, предоставлю. Хорошо, пожалуйста, вопросы от команды Анастасии Коваленко. Здравствуйте, Анна Лояст, директор детского сада Азандуса. Мы все знаем, что в Тайлине много детских садов, которые нуждаются в ремонте. Например, в Ласнаме 4 садиков, которые в очень плохом состоянии. В прошлом и в этом году на них не выделили деньги. Читаете ли вы нормальным, что наши дети нужно расти, можно сказать, в опасных условиях? Значит, в этом году, в бюджете 2018 года, у нас приоритетом является также сфера образования. И туда заложено 29 миллионов 75 тысяч 786 евро. Школы, детские сады, все туда входит. И понимаете, тут вопрос более широкий. Говорить о состоянии, да, согласна, есть которые в плохом состоянии, но ежегодно закладываются деньги на ремонт и детских садов, и школ. Также, ведь детские сады, и школы, сфера образования, это еще и мотивация учителей. В этом бюджете тоже заложено и добавление к зарплате учителям. И в детском саду, в котором вы тоже являетесь заведующей детского садика в Ласнаме. Это не хватит. Я приглашаю вам в гости. Я хочу ответить, потому что, во-первых, у нас инвестиции в этом году. А кто отвечает, я или мы? Я говорю, ну, парирую на ваш ответ. На 22,4% у нас, во-первых, понизились инвестиции в этом году. И вы говорите о добавке учителям и руководителям, которые в детсадах работают. То знаете, почему их добавили? Потому что у нас государство повысило минимальную ставку зарплат. То есть это, как сказать, закон. Вы должны были в соответствии поднять зарплату учителям. Хорошо. А то, что до этого ежегодно мы повышали зарплаты? Вы не повышали ежегодно зарплаты? Повышали. Ежегодно повышаются зарплаты. И за этим очень сильно гора права следит. Вернемся к вопросам. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Геллер. Я член Совета Туправы и Центра города. Значит, у меня, скорее, комментарии вначале, после этого вопроса. Только по возможности лаконично. Да. Значит, в процессе предвыборной кампании я подходил к поводке соцдемов в Аснаме, где я не увидел ничего нового. Все было только улучшить, но никаких новых предложений не было. И самый важный момент. Со мной никто не смог поговорить на русском языке там, в Аснаме, где основная часть. Как вы хотите... Как вы хотите... Мой опыт именно такой. Как вы видите вообще развитие этой ситуации в городе именно с вашей точки зрения? А какой ситуации? Вы имеете в виду применение русского языка? Оппозиционная партия только обвиняет о том, что очень много саморекламы в ПБК, которая, в принципе, называется не самореклама, а называется донесение информации. Анастасия... Я поняла вопрос. Да? Хорошо. Я потому что немножко затрудняюсь его интерпретировать. Я поняла, что мы слишком много критикуем, а таких особо у нас решений нет, как улучшать вообще Таллин. Но, во-первых, я хочу сказать, что бюджет Таллина очень большой. Таллин – очень богатый город. Люди не знают, у нас бюджет 600 миллионов евро. 683 миллиона. Ну да, мы поняли. А знаете, сколько бюджет у Брюсселя, города Брюсселя? 800 миллионов. А сколько жителей там? Там 100 тысяч, если там, но мы посмотрим, как Брюссель у нас... В Брюсселе 100 тысяч человек прерывали. В Брюсселе в городе, в этом, не в бруссельском, в этом всем... Не англомерации. Да. Но в том смысле, если мы посмотрим, что... Мне очень интересна вот одна вещь. Вы говорите, что вы хотите, чтобы, да, Таллинн был одной инновационной столицей Европы. Так Таллинн должен был уже им стать 100 лет назад, можно сказать. Потому что я вижу, что Таллинн мог бы быть как смарт-сити, полигон для компаний с инновационными идеями. Потому что почему у нас ничего... Допустим, энергосбережение домов. Очень интересно, Тарту сейчас делает. Как я говорю, Хрущевки превращаются в стартовки. То есть... Почему этих предложений не было во время реализованных переговоров? Почитайте нашу программу, вы не читали, я думаю, целую вашу программу. Вот если бы вы все-таки, вас не интересовали в первую очередь места, а то, как улучшить жизнь в Таллине, то вы вошли бы в коалицию Синтересной партии. Почему вы опять говорите про места? Послушайте мои идеи. И носили бы свои идеи. Вот вы все время говорите про бесплатный общественный транспорт. Да, тоже идея Сависара, которую вы все предали. Хорошая очень идея. Это идея Сависара, не Сависара. Очень хорошая идея. Но в этом году инвестиции в общественный транспорт понизились на 86%. И ваш анализ в понедельник показал, что на самом деле люди не хотят им пользоваться, потому что им удобнее все-таки ездить на машине. Да, а у нас другие данные. Нет, посмотри, это было даже на ТБК. Мы дали оценку по пятибалльной системе 4,08. И 80% жителей пользуются общественным транспортом. Дадим возможность задать еще один вопрос команде Анастасии Коваленко, потому что у нас остается не так много времени до конца третьего раунда. Здравствуйте, Юля. Меня зовут Николай. Мой вопрос следующий. Насколько мы все знаем, то Таллинское представительство в Брюсселе финансируется полностью из бюджета столицы. А знаете ли вы, чем они там занимаются? Ну, наверное, вы знаете. Расскажите нам, откуда такое у вас у вас. А почему вы ответите так? По-моему, это гениальный ответ. Спасибо. Ну, посвятите все. А можете, я вам отвечу, ничем. Мы спросили такой же вопрос у Тенниса Мельдера. Это вот как раз та же тема инновации. Ведь у нас люди, которым мы тоже платим из своего бюджета, налогоплательщики платят людям, которые сидят от Таллинского представителя в Брюсселе. Так они могли бы звать интересные какие-то компании, чтобы они тестировали здесь инновационные проекты, потому что очень много вещей, где ЕС спонсирует. Я смотрю, вы хорошо подготовились. Какой бюджет этого представительства Таллина в Брюсселе? Ну, вот я не помню точно, но там несколько... Сколько там человек работает? Несколько тысяч. Там не написано, кстати, сколько людей, почему, но в бюджете это не отличается. Именно Таллинская или, может быть, это представитель Европарламента, скажем, Яны Том? Нет, это Таллинская, от Таллинского представителя. Мы задали этот вопрос Теннису Мельдеру. Вы как считаете, хорошо ли работает это бюро, которое у нас там? Он сказал, ну, не знаю. Ну что ж, на этом я предлагаю и завершить третий раунд. Настало время подводить итоги. Главными судьями у нас сегодня является уважаемая жюри. К нему сейчас и обратимся за развернутыми комментариями и за оценками. Учитель обществоведения Дмитрий Рыбаков, пожалуйста. Не комментируя сути дискуссии, можно подытожить таким образом, что мы видели неплохую работу адвоката и прокурора. К сожалению, не удалось найти общего знаменателя, потому что в любом споре мы бы хотели видеть и ту общую составляющую, которая позволяет эти противоречия превозмочь. Маленький упрек, а может быть и немаленький даже, начинающему политику Анастасии. Если ты идешь в политику и работаешь даже на местном уровне, все равно ты отвечаешь одновременно и за мужа, и за Путина, и за Сависара, и за кошку. Поэтому о вопросах интеграции все равно надо высказывать свою точку зрения, если об этом дискуссия заходит. А теперь давайте перейдем конкретно к оценкам. В каждом из раундов каждый член жюри отдает один балл одному из участников. Тогда я бы принял решение таким образом, что в первом раунде присудил с небольшим преимуществом один балл Юлии, она была смелее и активнее. Во втором раунде мне более понравилась аргументация и активность Анастасии, а в третьем раунде я мог бы разделить как-то по одному баллу. Но, к сожалению, мы не можем этого сделать, правила не позволяют давать ничью, поэтому... Тогда я ставлю один балл Юлии. Спасибо. После голосов первого члена жюри счет 2-1 в пользу Юлии Тимирбулатовой, и мы послушаем представителя общества дебатов Викторию Музки. Меня всегда очень смущают моменты, когда есть конкретная статистика и конкретные цифры о том, что и куда было выделено, и сколько, и почему, но все еще возникают вопросы, наподобие вопроса с детским садом. То есть один говорит, что мы выделили деньги, а второй говорит, что деньги не пришли. И мне непонятно... И прямо сейчас на месте мы никак не можем это проверить, да? В общем, меня всегда очень смущает просто эта ситуация, когда есть статистика, а обратная сторона, она совершенно другая. Поэтому хочется, наверное, задать одной или другой стороне вопрос, собственно, где истина, но, наверное, это уже мы не узнаем в этой передаче. Очень... В общем, если цель, как я уже говорила, это благополучие жителей Таллина, то со стороны Юлии эта цель, она больше такая, скажем, находится в той сфере, где кто-то кому-то выделяет деньги. А с точки зрения Анастасии, она больше говорит о том, что как раз-таки за счет решения локальных проблем, которые она перечисляет, и которые перечисляют ее группы поддержки детские сады, перераспределение денег, общественный транспорт, еще что-то, она говорит о том, что решение вот этих маленьких проблем сделает один маленький шаг к тому, чтобы мы все стали немножко счастливее. В этом я вижу некоторую логику за ее посылом, что мне очень нравится. Поэтому в последнем раунде я определенно даю свой бал Анастасии. Ну, давайте начнем по порядку с первого раунда. В первом раунде ваш бал кому уходит? В первом раунде я отдам свой бал Юлии, потому что те вещи, которые она назвала, они были очень понятные, очень четкие, которые мне очень хорошо показывают, что было сделано центрийской партией и почему мы должны сказать им спасибо. Второй раунд. Во втором раунде я все-таки отдам свой бал тоже Анастасии, потому что вопросы, которые она задавала, они были очень четкие и очень правильные, как раз таки отсылают опять к тому комментарию, который я сказала. Когда один человек говорит, что мы сделали вот это, почему тогда вот есть обратные вещи и ничего не делать с этим. Ну, про третий раунд вы уже сказали, завесу тайны приоткрыли, но тем не менее давайте повторим еще раз. В третьем раунде бал уходит? Анастасия. После голосования двух членов жюри счет равный 3-3 и таким образом точку в сегодняшнем споре кто кого поставит журналист портала Руси и РР Артур Томан. Какая ответственность, а? Неожиданно. Жалко, что у нас всего лишь три раунда, 12 раундов в профессиональном боксе было бы более шикарный поединок и это все шло к тому. Что хотелось бы сказать вначале. Заявленная тема была заупотребляет ли центрийская партия властью в столице. И первые где-то полтора раунда именно к этой теме придерживались дебатеры. Но потом, судя по всему, им не хватало либо аргументации, либо каких-то фактов в силу отсутствия богатого политического опыта или еще чего-то. И поэтому как бы дальше переходило уже все на демагогию. Если судить по баллам, то в первом раунде я один балл отдаю Анастасии, потому что она была более решительная. Ну, судя по тому, что она по профессии адвокат. Второй раунд тоже отдаю Анастасии. Но третий раунд я отдаю Юле, потому что она собралась силами и полностью противостояла и аргументированно отражала все вопросы, которые пытались придавить ее к стене. Спасибо. И таким образом получается, что по итогам голосования уважаемого жюри со счетом 5-4 у нас словесный поединок сегодня выигрывает Анастасия Коваленко. Но было еще и зрительское голосование на протяжении всего эфира. Телезрители могли звонить по одному из двух номеров телефона. И смотрим на экран. Здесь тоже получается, причем с достаточно большим перевесом, побезила Анастасия Коваленко. 79% позвонивших по телефону во время прямого эфира отдали голоса за нее. Но, тем не менее, должен сказать, что это действительно был интересный поединок. Как вам показалось? Да, хочу поблагодарить за приглашение. Хочу поблагодарить группу своей поддержки. И спасибо вам за то, что пришли, Анастасия. Да, спасибо вам. И, конечно, спасибо Юлии, что вы пришли. И я надеюсь, что в будущем вы тоже будете больше все-таки прислушиваться к оппозиции. Потому что, в конце концов, у нас ведь с вами общая цель – это благополучие наших жителей. А мы прислушиваемся. А я надеюсь, что, несмотря на жаркие споры и многочисленные противоречия, вы все-таки действительно найдете общий язык. И после сегодняшнего поединка найдете в себе силы пожать друг другу руки. Это все на сегодня. Меня зовут Андрей Цитов. Увидимся через неделю. Спасибо. 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 Спасибо.